В Крым приехали 790 спортсменов в возрасте до 18 лет, 456 юношей и 334 девушки. На протяжении четырёх дней состязались борцы разных весовых категорий. В заключительный день первенства на татаме вышли тяжеловесы. Участие в турнире даст им возможность попасть в сборную команду страны. Если всё удачно пойдёт по спорту, то я буду заниматься в титрах профессиональных. А если что-то пойдёт не так, то собираюсь пойти в полицию или военную. Сборная России, затем попасть в Олимпийскую сборную уже более старшим возрастом. Из 66 регионов страны, которые представлены на первенстве, по количеству призовых мест лидируют Республики Кавказа. В основном Северо-Кавказский федеральный округ среди мальчиков. Хорошо выступает и Южный федеральный округ, и Москва, и Приволжский федеральный округ. То есть конкуренция очень высокая, вообще всегда в соревнованиях и дзюдо. Крым выставил 32 спортсмена, Севастополь – 4. Однако хозяевам первенства не удалось перехватить инициативу. Впрочем, дзюдо на полуострове получило стимул к развитию всего несколько лет назад. И здесь уверены, что ещё наверстают упущенные. Перспективы хорошие, потому что есть много очень ребят, заинтересованных в этом виде спорта, и увлечённых этим видом спорта. Так что я думаю, в скором будущем у нас по этому возрасту результат будет. Чемпион Европы 1987 года Патрик Ру сейчас работает в России и готовит женскую сборную. Ранее тренировал сборную Франции и Англии. Я думаю, что сейчас уровень русского национального дзюдо-тима очень высокого. Это почти лучший в мире. Как мы могли бы видеть в Лондон-Олимпийских матчах, они потеряли рекорд от медалей. Это очень сильная динамика. И я думаю, что это не только один дзюдо, это вся структура дзюдо для России, которая улучшает сейчас. По итогам Переденства мира, который был в августе месяце в Чили, я вижу, что некоторые спортсмены, которые принимали участие в этом Переденстве мира, здесь борются, выигрывают и подтверждают свою возможность участвовать в международных соревнованиях и войти в списки сборной команды страны. Приехали на турнир и звезды спорта. За схватками наблюдал чемпион Лондонской Олимпиады Арсен Голстян. Он и награждал победителей. Во-первых, наш президент, то, что занимается дзюдо, это большой толчок. И, конечно же, последние Олимпийские игры, которые были в Лондоне, в Рио, то есть никогда в России не было золота. А тут узнали, что такое дзюдо и поняли, что можно побеждать. И, конечно же, после этих всех результатов намного больше начало молодых и девушек, и мальчиков приходить в секцию дзюдо. В весовой категории 90+, победу одержал Нодар Анаприенко из Краснодарского края. Он неоднократный призер первенства Южного федерального округа и всероссийских соревнований. В весе до 66 килограммов победил Максим Цусхалашвили. Боролся с мальчиком, также мне знакомым в полуфинале. Это была вообще одна из самых сильных моих встреч. В целом доволен результатом соревнований, но есть к чему стремиться. Как сказал тренер, будут дальше Кубки Европы и задача на них победить. Дарья Юхновская, Антон Пархоменко, Севинформбюро.